Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами разбираем один из частых вопросов, которые задают домашние виноделы. Снял сусло с мезги, а оно не бродит. Давайте с вами задумаемся, почему же оно может не бродить. Ну, первое вообще, поставим вопрос по-другому. Почему сусло бродит? В сусле есть сахар, в сусле есть дрожжи, которые этот самый сахар перерабатывают в спирт и выделяется в углекислый газ. Таким образом мы видим, что происходит брожение. А теперь давайте с вами задумаемся. Если сахара у нас не будет, он закончился, будет брожение? Нет. Все крайне-крайне просто. И прежде чем задать вопрос, я сняла сусло с мезги, а оно у меня не бродит, подумайте, сколько оно у вас бродило. Если вы его держали долго, либо брожение тоже может идти с разной интенсивностью в зависимости от многих факторов, в том числе и температуры. Если у вас было тепло, достаточно даже жарко, можно сказать, дрожжи активно бродили, шло очень активное выделение углекислого газа, а вы еще подержали так на мезге, так, нормальненько, что вы хотите, чтобы у вас бродило? Там уже бродить просто нечем. У вас фактически готово вино, да, мужчина, надо пройти несколько стадий, но бродить просто нечему. И как нам понять, что сахар закончился? Надо его просто измерить, и лучше всего измерять остаточные сахара вот такого типа прибора. Это ориометр. Но у меня самый простой бытовой, они есть побольше, более точные. Если здесь показывает ноль, ну о каком брожении вообще может идти речь? Бродить нечему. И самое важное, не надо тут же бежать и сыпать сахар, чтобы дрожжи его покушали. Подумайте, для чего вы это делаете. Вообще, да простят меня мои постоянные зрители, наверное, на теме сахара. Просто вот в каждом видео я как мантру все это пересказываю, пересказываю, повторяю. Не надо сыпать сахар бездумно. Мы изначально меряем уровень сахара в еще соке виноградном. Понимаем, что нам этого алкоголя достаточно. И тогда сахар не добавляем. Все, вот это выбродило и больше ничего там делать не нужно. Если его недостаточно, тогда да, мы добавляем. В зависимости от того, сколько нам еще нужно добавить. Так и только так. Возвращаемся к брожению. А если мы замерили и остаточный сахар есть, там 4-5%, да, а вино вроде как не бродит. Почему вы это видите и почему вы это смотрите? Если вы используете перчатку, то вы действительно можете брожение не увидеть. Поскольку сначала брожение идет всегда, вот так вам правильно показывать, бурно, дрожжи нарастают бурно. Потом оно выходит на плату и потом интенсивность и дрожжей снижается, и их жизнедеятельности. И там выделение углекислого газа будут небольшие. И если вы еще бутыль налили на 2-3, а то и наполовину, то пока вот эта вот масса накопится, а вы же перчаточку еще прокололи, вы же там посмотрели в интернете, да, ей нечем надуваться, потому что выделение углекислого газа немаленькие. И это не значит, что брожение не идет. Оно может идти. Как проверить целую перчатку? Натягиваем поплотнее, если вы уже используете перчатки. И видите, пошло чуть подниматься, ну значит все бродит. Сусло поверхность смотрим. Есть пенки? Значит бродит. А в конце концов можете попробовать. Если вы услышите легкое покалывание на язычке, значит сусло бродит. При этом, если оно вам сейчас кислое, тоже просто заклинаю, не надо сыпать в него сахар. Это неправильно и кислоту вы этим не уберете. Следующий момент, почему сусло вы сняли с мезги, а оно не бродит. Подумайте, что вы сделали при этом и как вы снимали с мезги. Сейчас я вам покажу конкретные примеры, чтобы вы видели это наглядно. Итак, смотрите, здесь у меня три бутыли вина. Вы пока на экране видите две. Я чуть разверну камеру и видите три. Вот там у нас все хорошо. Вино активно бродит. Смотрите, активная пена. Все замечательно. Вино номер два. Вы видите, что у нас здесь? Затвор развернут в обратную сторону. При том, что вот это вино я вчера вечером сняла с мезги. И вот, смотрите, третья бутыль. Но здесь брожение идет. Да, не очень интенсивно. Но тем не менее идет. Конечно, если посмотреть первый экземпляр, вот сейчас оно булькнет. Да, здесь не булькает. Но тем не менее. Да, и видно там пенка. Так вот, смотрите, вот эту бутыль и вот это. Это абсолютно одно и то же вино. Вчера снятое с мезги. Почему такое происходит? Почему в одной емкости бродит, в другой нет? Первое. Вот здесь больше три савоя. А вот здесь больше самотек. Все просто. Питательных веществ больше. Соответственно, и брожение интенсивнее. Это первое. Второе. Сейчас все это стоит на холодной веранде. И температура здесь показана на другой бутыле, потому что нет на той наклеек. Порядка 8 градусов. То есть температура на самом деле низкая. Но видите, тоже вот здесь в этой бутыле вино активненько бродит. Я даже там немножко больше, чем нужно, воды залила. А здесь не хочет. Ну, я вам уже сказала, причин номер раз. Это то, что просто разное количество дрожжей попало. В том числе и разное количество питательных веществ. И, конечно, холодно. 8 градусов. Но, смотрите, вот там светленькая стоит. Которая была снята с мезги на сутки раньше. Но поставлена изначально на 2 дня позже. То есть в общей сложности оно как бы бродит чуть меньше, чем вот это красное. Но, тем не менее, видите, там не помеха брожению. А здесь уже все. Хотя я знала, что есть остаточный сахар. Все должно бродить. Ну, вторая... Быстро камеру перевожу, прошу прощения. То есть вторая емкость бродит. Это нет. И сейчас вечер. Когда придет день. Когда придет утро, скажем так. Солнышко за окном. Появится. Поднимет температуру в помещении. И вино начнет опять бродить. Но вот так делать плохо. Так делать не нужно. Дело в том, что тоже изначально вот это все стояло при температуре градусов 20. Но я перенесла в это помещение по определенным моим личным причинам. Вот здесь холодно. И здесь уже им не совсем нравится. Поэтому перепады плохо. И именно при перепадах не сразу. Пока брожение идет на первых этапах. Вот такое, как в той бутыле бурно активное. Ему эти перепады температур не особо важны. Более того, даже при холодных температурах, при 8 градусах, вино прекрасно бродит. Но когда процесс начинает идти к завершению, когда сахаров остается немного, там порядка 5-6-7 процентов, ну разные бывают этот процент. Но вот когда остается немного, начинаются вот эти качели. И это плохо. Так делать не нужно. И надо стараться максимально поддержать температуру на постоянном уровне. Чтобы не было вот этих вот перепадов. Потому что вы сейчас подумаете, что здесь брожение закончилось. А на самом деле оно не закончилось. Там еще есть чему бродить. Я это знаю. Тем более, что вот раз, два, это одно и то же. И смотрите, если мы заглянем в саму бутыль, видите, там пена. То есть это говорит о том, что процесс шел, но из-за холода дрожжи перешли в стадию дыхания. И они уже затягивают воздух. Они выделяют углекислогаз. То есть уменялся их обмен. Наступило утро. Точнее, уже почти день. Чуть-чуть температура потеплела. Это помещение у меня неотапливаемое. И хоть оно на теневой стороне, но понятно, что если температура снаружи немножко становится теплее, то в помещении, конечно, тоже чуть-чуть температура поднимается. И температура в помещении. Ну, вчера я показывала вам этот же градусник. На самом деле, конечно, она чуть-чуть поднялась. То есть вчера она была ниже, где-то, наверное, 6. Но сегодня 8 ярко светится. То есть вот сейчас здесь 8 градусов. Значит, все те же бутыли. Светлая, которая бродила активно, так оно активно и бродит. И вообще, по-моему, все равно. Тем более, там, видите, много налито в затвор. И прекрасно оно сейчас вот булькнет. Дальше. Вот это вино, у которого вчера затвор был в обратную сторону. Да, чуть-чуть отсвечивает. Но, видите, чуть-чуть поднялась температура вверх. Чуть-чуть потеплело. И процесс начался вновь. И вино номер 3, которое активно бродило. В общем-то, оно активно и бродит. Хотя, честно говоря, когда я сегодня зашла в это помещение, затвор стоял на ровном уровне. Ну, может, я где-то бутыль чуть двинула. И выделение газа пошло. То есть, даже незначительные перепады температур, они сказываются на ображении. Вот тут буквально чуть-чуть, да, и насколько видно. Ну, а, конечно, напомню, красные вина в таких экстремальных температурах, как я вам показала, держать не следует. Почему они здесь стоят? Ну, потому что здесь мне было проще снимать с мезги и все переливать. В прохладном помещении нет плодовых мушек дрозофил, и они мне не причиняют никакого беспокойства. Как только заносишь в теплое помещение, они на все это слетаются. То есть, понимаете, на брожение оказывает влияние очень много факторов. Это открытая система. И у вас не будет все как по азбуке. У вас не будет так, как у Васи или у Пети. У кого-то за 4-5 дней сусло сбраживает полностью до нуля. У кого-то оно бродит месяцами. Потому что дрожжи, температура, уровень сахара, уровень питательных веществ в сусле. Это все вместе влияет на то, как будет протекать процесс брожения. И прежде чем думать, что Вам надо что-то предпринимать, срочно что-то делать. Первое. Убедитесь, а действительно ли оно не бродит. Я Вам уже рассказала, как это сделать. И второе. Убедитесь, а есть ли там чему бродить. Возможно, что бродить уже нечем. И в таком случае, если оно бродит, оставьте его в покое. И лучше даже меньше к нему подходить. А чтобы Вам ручки не чесались, а чего-то с ним сделать. Если уже сахара нет, брожение, в общем-то, завершилось. Снимаем с осадка, наливаем в емкость побольше, практически под горло. Закрываем затвором. Да, именно затвором. Потому что у нас еще может идти очень медленное и тихое яблочно-молочное брожение. И оставляем такое вино в покое. Не в холоде, а при температуре около 20 градусов. Это оптимальная температура для протекания такого вида брожения. Ну, а, конечно, если оно у Вас не бродит по другим причинам, как я Вам показала, из тепла перенесла в холод, и оно не бродит. Ну, что делать, да? Верните в тепло, верните в ту температуру, при которой оно стояло. И все с ним будет хорошо. Хорошо, если, например, вот Вы снимали так с мезги, и что вот там вот аккуратненько через сифончики все переливали, подождите пару дней. Вы количество дрожжей уменьшили, и им надо время, чтобы опять размножиться до того количества, чтобы Вы глазками могли увидеть процесс брожения. Вот и все. Не надо сразу спешить что-то делать. Спокойствие и только спокойствие, и наблюдение. И еще, я это тоже очень часто повторяю во многих своих видео. Все перчатки, трубочки куда-то там, крышки, это все крайне неинформативно. Не надо сидеть и ждать там бульков. Бульки будут, когда брожение идет бурное. Но часто при снятии с мезги, особенно если мы подержали 7 дней, 10 дней, уже бульков Вы видеть не будете. Но это ничего не значит. Это не означает, что брожение идет. Оно может идти просто более медленно. И самый информативный в этом плане затвор, это затворы, которые я использую по типу сообщающихся сосудов. В них все видно и все понятно. Ну и косвенные признаки брожения я Вам также назвала. Пожалуйста, обращайте на них внимание. Ну а я с Вами прощаюсь. Большое Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будут ссылки на другие полезные видео. Будет ссылка на весь плейлист по домашнему виноделью. Каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!